Привет, друзья! Я Сергей и хотел сегодня с вами немного поговорить о продажах. Продажа является основой успеха. При этом не очень большое количество людей может быть хорошими продавцами. Люди хотят продавать, но не знают, где найти правильное решение, как себя сделать эффективным продавцом, у которого легко и хорошо получается продажа. И для того, чтобы изменить свой стиль продаж или стать продавцом, необходимо разобраться в некоторых принципиальных вещах. И для того, чтобы начать изменения в своей жизни, конечно же, необходимо вначале изменить некоторые свои убеждения. А на основании этих убеждений потом уже меняется свою модель. И хотелось бы сегодня дать вам два ценностных убеждения. Первое ценностное убеждение, которое необходимо приобрести. Люди любят покупать. Люди покупают с удовольствием. Они ищут нового. Есть даже такое понятие, как шоппинг-терапия. Женщины, которые хотят улучшить свою жизнь, они идут в магазин за покупками, которые хотят снять стресс, изменить свой эмоциональный какой-то фон. Они идут в магазин и покупают себе что-то новое. Мужчины тоже не исключение. Мужчины любят делать себе подарки. Первое ценностное убеждение, которое должен получить человек. Люди любят покупать. И, конечно же, должен быть кто-то, кто поможет им сделать покупки. Это продавец. Второе убеждение, которое явится полезным. Люди не верят продавцам. Такой уж стереотип, так сложилось. Причина этому крайне проста и крайне очевидна. Человек идет в магазин, имея с собой деньги. Деньги гарантируют человеку свободу выбора. По причине того, что деньги дают человеку ощущение свободы, человек вводит деньги в понимание некой крайней реальности. Крайней реальности выбора, крайней реальности свободы, крайней реальности ценности, которая позволяет ему быть собой. Продавцы, встречаясь с покупателем, делают атаку именно на деньги. Продавец хочет продать. Конечно же, от этого зависит его благосостояние. Поэтому он делает набор действий, как бы давящих на покупателя. Покупатели воспринимают это давление как агрессию, как атаку. Ну, например, у меня есть один мой друг. Он хороший продавец. Он продает лекарства, фармацевтику. И он часто говорит мне вот что. Когда ко мне в гости приходит мама, и у нее болит голова, внутри меня возникает некая борьба. Во мне борются два человека. Один человек – это любящий сын, который хочет помочь маме и дать ей таблетку от головы. Второй человек – это продавец. Тот, кто привык брать за лекарства деньги. Я нахожусь постоянно в состоянии колебаний. Это утрированный пример. Но именно этот пример показывает систему мышления продавца. Скрытая информация «я хочу продать» является очевидным и для покупателя. Если вы хотите изменить свою модель, вам нужно понять, что в первую очередь надо не атаковать человека под денег. В первую очередь надо сделать что-то, чтобы построить лучшие доверительные взаимоотношения с покупателем. Как это сделать, спросите вы? Ответ простой, он очень очевидный. У меня к вам вопрос. Вот как по-вашему, какой официант получит самые большие чаевые? Вы можете сказать, что, конечно же, который лучше обслужит. Вы можете сказать, что тот, который предложит лучшее блюдо. Вы можете сказать, что тот, кто лучше разбирается в сервисе или более приятный. Но я скажу вам, что большие чаевые получит официант, который сделает вот как. В момент, когда человек будет смотреть меню и что-то выбирать, он наклонится к человеку и скажет, «Я не советую вам это брать. Это вчерашнее». И таким образом он выстраивает моментальное доверие. Как бы с точки зрения покупателя, он действует в интересах покупателя против своей команды. И сразу же заслуживает у покупателя, скажем, некий авторитет, который потом влияет на покупателя очень сильно и располагает его по отношению к официанту. Они становятся, как бы, очевидно, моментально друзьями. И, конечно же, такого человека хочется точно таким же образом взамен отблагодарить за то, что он сделал, ну, такое полезное действие для человека, который чуть было не сделал неправильный выбор. Это инструмент быстрого построения доверительных отношений. Но, возможно, эта история не для вашего бизнеса. И если, например, в вашем бизнесе подобные инструменты, которые построят быстрые доверительные взаимоотношения, являются сложными, то я могу предложить вам другой инструмент. Инструмент, который называется «История, как это произошло со мной». Например, ну, я, как и все люди в этом мире, имею слабости. Например, одна из моих слабостей – это желание постоянно внешне лучше выглядеть, то есть иметь лучшую физическую форму. И, конечно же, с приближением весны я заботюсь о том, чтобы быть более подтянутым, более сухим. И на протяжении какого-то количества времени я искал разные способы, разные механизмы. Чаще всего похудеть не получалось. Однажды я встретился с одной фирмой, с одной компанией, которая предложила мне еду. Еду, которая нацелена на то, чтобы человек худел. И я стал есть эту еду. На протяжении двух месяцев я ее ел. И знаете, что со мной произошло? Я не похудел. Но однажды, подходя к лестнице, я заметил, что у меня возникло желание по этой лестнице забежать. Знаете, как когда-то в молодости, когда я был более молодым, я любил бегать по лестницам. Но когда я повзрослел, у меня исчезла сила и энергия бежать. Я подходил к лестнице и кряхтя поднимался вверх. На следующий день, подойдя к лестнице, я заметил, что мне опять хочется бежать. Через некоторое время я изменил свою модель в спортивном зале. До этого мой тренер, приезжая ко мне в офис практически, забирал меня на тренировку. Я каждый раз испытывал стресс, нежелание тренироваться. Ныл и думал, ой, опять этот тяжелый день, опять тренироваться. С одной стороны, хочется быть худым, с другой стороны, нет силы, нет желания затратиться на тренировку. И каждый раз он меня каким-то образом убеждал, чтобы я переоделся, сделал разминку. Но через некоторое время, когда я ел эту еду, новую еду, я почувствовал, что я с удовольствием иду в зал. У меня была сила туда прийти. У меня появилась энергия бежать. У меня появилась энергия делать дополнительные физические упражнения. И через некоторое время я еще заметил, что на протяжении всей зимы я ни разу не заболел. Возможно, предложение, из-за которого я купил эту еду, не явилось для меня таким уж сильным изначально. Я не худел. Но знаете, что произошло еще позже? После того, как появилась энергия, у меня появился новый жизненный тонус. Обмен веществ ускорился, и я через некоторое время стал более худым. Но не вследствие того, что я ел, а вследствие того, что я получил то, чего я не ожидал. И о чем я сейчас думаю? Если это сработало в моей жизни, это сработает и в вашей жизни. Вам интересно узнать, какую еду я ел? Видите, вам интересно. Это означает одно. Я не рассказал вам о свойствах товара. Я не рассказал вам о выгодах. Что пытаются сделать все продавцы. Люди думают, что покупатель купит после того, как вы свойства перейдете в выгоды. Но решение, как правило, принимается еще до того, как вы делаете презентацию. Вам надо научиться помещать в голову у людей некоторые истории, которые будут являться открывашками для продажи. Люди купят у вас, если вы дадите им сигнал до того, как сделаете презентацию. И я уверен, что если вы начнете искать и практиковать, вы приобретете новые инструменты и механизмы. Помните одно. Не пытайтесь надавить. Не пытайтесь атаковать деньги. Не пытайтесь продать. Становитесь друзьями людей. Помогайте им принять решение на основании той картинки, которая проясняет им ваше предложение очень ясно еще до того, как вы сделали презентацию. И тогда вы станете отличным продавцом. Большое спасибо за внимание. Я ваш друг Сергей. Большое спасибо за внимание.